Приветствую вас, давайте вперва я отвечу вам на второй вопрос, потому что именно он, второй вопрос, является для нас главным, то есть он прямо связан с нашим поведением, а после я отвечу на первый вопрос, который тоже вас, безусловно, волнует. Итак, значит, думаю, что все коллеги единогласно поддерживают мысль о том, что на вашего парня сейчас лучше не давить. Ни в коем случае, потому что если вы будете на него давить, то он чувствует свой дискомфорт, который у него был, в принципе, изначально. Он еще больше, еще сильнее будет от вас отдаляться, и в итоге это отдаление, ну, к чему хорошему не приведет. По крайней мере, к тому, что вы хотите вы, не приведет точно. Тут, правда, очень важно, чтобы вы понимали одну вещь, что не давить на парня, это не значит, что с ним не нужно общаться, с ним не нужно взаимодействовать, с ним не нужно разговаривать и так далее. То есть, если вы с ним, значит, например, ну, если вы не будете встречаться, если вы не будете давить на него по поводу встреч, то, соответственно, с ним нужно разговаривать. Вы можете подписать на, вообще, свободные, отключенные темы, которые, например, интересны вам обоим. Особенно, если вы два месяца до этого общались. То есть, общайтесь. Общайтесь, обсуждайте что-то, узнавайте друг друга, взаимодействуйте, но не давите. То есть, вы, в принципе, уже несколько раз инициативу проявили. Вот, теперь, ну, собственно, если, если вы будете продолжать так же, то это будет вызывать только ощущение, что вы навязываетесь. И навязываетесь вы именно ему, мужчине. Поэтому, именно поэтому, именно поэтому лучше этого не делать больше. Значит, надеюсь, с этим моментом понятно. Значит, в расстройстве больше не договаривать. Общение поддерживать. И, собственно, доброзелательно и исключительно с ним общаться, вот, как можно более непринужденно, приветливо. Ну, может быть, вот, самой писать тоже не стоит. В какое-то время, особенно, если вы до этого писали. Пусть он, по-моему, побудет даже без вас. Может, ну, там достаточно пройдет время, например, недель-ка полторы, напишите ему что-нибудь просто. Поинтересуйтесь его жизнью, поинтересуйтесь его успехами, его делами, вот. Ну, и просто заведите такой отлученный разговор, чтобы он увидел, что вы, как бы, о встрече вообще не говорите и, в общем-то, встречаться больше с ним не хотите. Это его расслабит, даст ему возможность чувствовать себя комфортно с вами. Ну, и, в свою очередь, даст ему возможность проявить свои чувства к вам. То есть, либо проявить симпатию к вам и предложить встретиться. Либо, наоборот, симпатия его проявлять не будет и встречаться предлагать тоже не будет. Ну, и тогда это означает, что мужчина, скорее всего, к вам настроен, ну, если не негативно, откровенно, да, если не оприцательно, то, по крайней мере, нейтрально и значит, что вы ему не так были интересны. Там, например, если бы у него были чувства к вам, тем более, что за два месяца они какие-то могли возникнуть вполне. Значит, то это значит, что человек не ваш был изначально. Тут уж ничего не поделаешь. Далее. Значит, для мужчины секс – это всегда, ну, или почти всегда, доказательство того, что он мужчина. Мужчина через секс показывает женщине своей, что он, значит, ну, что он состоятельный, что он является мужчиной и что он сильный. Вот, ну, это одно из проявлений музыки, значит. И поэтому при неудачах, вот, а неудачи, они бывают самые разные. Вот, у вашего плана, например, не случилось окончательно, а? Вот, что-то. А, там бывают другие проблемы. По-разному бывает, на самом деле. Многие мужчины подобные неудачи воспринимают, в первую очередь, как удар по своему самолюбию, по гордости, по самооценке, по самооценке. Для многих мужчин, в любящих сексе – это, вроде, оскорблению, вроде, выставлению себя незастоятельным. То есть, если бы, например, он стручил бы, да, при всех, вот просто при всех своих друзьях, стручил бы, опозорился бы им сам и убежал бы. Вот это вот, примерно, по чувству, это вот такое вот состояние, вот такая реакция у мужчины на неудачах секса. Вот, и он теперь, он теперь боится, что вы о нем будете думать, что вот у него проблемы, что вот вы его не возбуждаете, что вот он там недостаточно, может, ну, ну, вы недостаточно ему нравитесь, а если вы ему не нравитесь, то, соответственно, мало ли что в нашем обществе могут подумать, что он не традиционной ориентации там и так далее. Для мужчины это очень серьезный момент. И если, если, вот, его, например, друзья, его окружения об этом знают, это будет очень и очень плохо для него. И он, вероятно, боится, что вы будете рассказывать всем об этом. И он, вероятно, обращаясь этого, не хочет, чтобы вы с ним встречались, не хочет, чтобы вы взаимодействовали с его кругом общества, с его кругом общения. Именно, вот, чтобы не рассказали об этом никому. Вот, и, соответственно, ну, это не доверие к вам, конечно же, но вы знаете друг друга недостаточно много, чтобы, как бы, ну, безоговорочно доверять друг другу. Да? Вот. Поэтому, в принципе, его оплачения, они не то, чтобы обрадованы, они, как бы, правомерны. Вот, мужчина, мужчина может, ну, бояться, мужчина может этого опасаться, это нормально. Плюс, эээ, он может подумать, что вы, ээээ, теперь более худшего о нём мнения, чем раньше это было. И, соответственно, он не хочет с вами встречаться, чтобы, не дай бог, эээ, вас не увидеть в ваших глазах, в ваших словах, в вашем поведении, не увидеть насмечку себе, эээ, не увидеть какой-то, какой-то, может быть, сатиры, сарказма. Иронии. Вот. То есть это человек, который сейчас, эээ, вообще, эээ, в себе очень-очень не уверен. Вот. И, абсолютно, любой, абсолютно, вот, абсолютно любой, эээ, ваш поступок, абсолютно любой ваш необдуманный шаг, может быть, даже и обдуманный, но для него необдуманный, он воспримет именно так, эээ, как, эээ, значит, ну, оформление в свой адрес. И, и, соответственно, именно поэтому он не хочет с вами встречаться сейчас, именно поэтому он не хочет с вами взаимодействовать. Ээээ, торжественно, ему нужно время, скорее всего, эээ, чтобы оправиться, чтобы отойти немножко. Вот. И тогда он, постепенно, когда будет готов, он, возможно, эээ, вам там напишет, и обязательно, ээээ, вы ещё раз встретитесь, потому что у мужчины сейчас есть, так называемый, синдром невосифицированного действия. Вот. И этот синдром невосифицированного действия для него имеет очень большую, эээ, очень большое отношение. И он не упустит своего шанса это действие для его защиты. Поэтому в этом плане вам, на 99%, эээ, может, ну, можно быть увереннее в том, что, эээ, он ещё даст вам офигенность. Почему он не говорит, эээ, сордачикам, эээ, почему он не говорит об этом, почему он не обсуждает это, да, почему? Эээ, потому что, эээ, для многих людей, эээ, легче, легче, проще, удобнее, эээ, делать вид, что этого не произошло, ну, чего-то, чего-то не произошло. Эээ, и таким, таким образом, убеждать себя в том, что этого не было, а значит не о чем беспокоиться. Вот это вот такая, ну, можно сказать, защитная реакция, защитная реакция, эээ, вот, и, собственно говоря, эта защитная реакция, она должна быть, она обязательно закончится. Закончится, она обязательно пройдёт, потому что, эээ, со временем эмоции улягутся, и защищать мужчине будет нечего, но для этого нужно вредь время. Ну, поэтому, поэтому, эээ, привлекайте к мысли о том, что для мужчины секс – это очень болезненная сфера. Ну, как болезненная, не болезненная, чувствительная, чувствительная сфера, ага, в которой очень легко, эээ, значит, мужчину как-то задеться, обидеться, унизить и так далее. И если человек не хочет говорить о чем-то, связанном с интимной сферой, значит, это его право, это его выбор, и, ага, значит... Это, ну, вот такой он человек, и если он вам нравится, этот человек, то, соответственно, нужно принять его. Принять, вот, такую его реакцию, да, и постараться понять, то есть, отнестись с пониманием, может быть, немножечко так, с юмором, да, то есть, ну, не хочет говорить и не надо. И поэтому, поэтому, собственно, здесь не нужно что-то выстраивать и как-то человека, человека как-то ломать. Ну, вот, я думаю, так ответил вам на ваш вопрос, то есть, лучше всего, если вы вообще не будете об этом разговаривать. То есть, там, на самом деле, разговаривать, по сути, и не о чем. То есть, мужчина не рассчитал свои усилия, значит, в контексте алкоголя, да. Вот, и из-за этого у него, ну, вот, отникла неудача. И думается мне, что он обязательно выводы сделает и обязательно сам все для себя решит. Не выставляйте его как мужчину несостоятельным по отношению к вам. Не унижайте, по крайней мере, старайтесь не унизить его при общении с ним разговорами об этом. Для человека проще не говорить о таких вещах, потому что, ну, вот, вы новая девочка, первые интимные отношения, это первый раз интимные отношения с вами, вот, конечно, хочется, хотелось ему оказаться на высоте. И не получилось. Так бывает. И мужчине теперь кажется, что вы о нем будете думать хуже. Вот. Ну, соответственно, покажите ему, что это не так. Покажите ему, что вам интимная сфера вообще не влияет на мнение о нем. Вот. И, как бы, это его расслабит. Потому что мужчина, особенно если он молодой, то есть ему там где-то 20, там 19, 21, 22, 23, 24, ну 25, 26, да, это прям такой вот совсем молодой, то секс для него это, конечно, очень важная сфера. Вот. Он придает ему большое значение, потому что для него это средство. Это средство самоотверждения, это средство, значит, повышения самооценки и так далее. Вот. Покажите ему, что вам это вообще не волнует, вас это вообще никак не трогает, да. Вот. Потому что самооценка и самоотверждение, оно раздается исключительно на отношении других людей. И вот от того, как вы будете себя вести, зависит то, как он будет относиться к тому, что произошло. Вот. И если вы хотите, чтобы он относился к этому проще, то вам нужно своих примеров. и дать ему понять, что это вообще не стоит даже того, чтобы думать об этом. Потому что, ну, бывает все, все случается, все происходит, вот, и бывают ошибки, бывает и то, что я не рассчитал свои силы и так далее, и так далее, и так далее. Это нормально. Поэтому вообще не стоит даже продавать отношения. Но, обязательно на будущее имейте в виду, что мужчина с таким отношением к собственным ошибкам, с нежеланием обсуждать проблемы, этот мужчина может в будущем, если вы будете с ним встречаться, ну, идти по диструктивному пути, в контексте решения конфликтов. То есть, например, будет какая-то другая проблема у мужчины, ну, у вас с ним. И он также, как и в этот раз, будет проблем избегать. И получается, что либо конфликт будете решать вы, либо конфликт не будет решен вообще. Потому что подобное отношение к проблемам, это идет и с детства. Это у него родители так относились к проблемам, что вот есть проблема, на нее не надо обращать внимание, ее как бы нет. Поэтому вот это вот имейте в виду, на всякий случай, если будете с ним встречаться дальше. И внимательно за этим следить им. Потому что, может быть, такое отношение распространяется только на интимную сферу, тогда это еще ничего. Хотя и плохо. Ну, тут мужчина, может быть, раскрепостится со временем, может быть, будет вам больше доверять, и, может быть, он впоследствии вам и будет что-то рассказывать, если только в этом дело. А если вам все, то вам тогда уже принимать решение о том, как бы, хотите вы быть человеком, который бежит за проблем или нет. На этом все. Надеюсь, помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду раз помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.